У нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий. Роман, Глуховский приходит как Хэллоуин. Хорошее название, по-моему. Целый год не виделись, посмотрела нашу прошлую беседу, слово Украины вообще не звучало. Хотя было уже 31 октября, но мы не придали тогда, видимо, с вами этому никакого значения. Да, были какие-то, да, не подписали. Что-то, как говорит сегодня Владимир Путин, из-за бумажки. Какую-то бумажку не подписали. В голову тогда могло прийти? Во что все это выльется? Вам тогда? Вам прогнозисты? Я специалист по апокалиптическим сценариям, но даже мне это казалось совершенно каким-то трэшем. То есть вот нынешний сценарий, реализующийся на Украине, на востоке Украины, это в худших традициях трэш фантастики постсоветской, такой новой российской, на то, что происходит. И просто даже не хочется думать, чем вдохновляются, так сказать, что курят люди, которые реализуют все эти сценарии. Поэтому мне это казалось тогда совершенно фантастикой, чем совершенно невозможным. Может быть, я в недостаточной степени талантлив как футуролог и как прогнозист. Но самое интересное, что ведь и слово Крым тогда на слуху ни у кого не было, как и последние 23 года, кроме Юрия Михайловича Лужкова, который был отправлен в отставку, несмотря на слово Крымский. Вот кто оказался футурологом. Вот кто оказался футурологом, вот кто готовил нам почву-то для всего этого. И вот то историческое воссоединение, о котором Владимир Владимирович рассказывал нам недалеко, как вчера, вдруг оказалось так востребованным народом, которому пару месяцев назад совершенно Крым никакой нужен не было. И не ездили. И не ездил никто, и про него никто и не думал. И что, что вдруг такой всплеск, такой искренний, неподдельный, такой эмоциональной гордости и братское чувство, это носит, то есть крымчане, может, что-то к нам ощущали, а мы к ним точно ничего. И то, что вдруг при помощи вот этих волшебных устройств люди с такой готовностью, с такой убежденностью поверили в то, что да, историческое воссоединение, Херсонес, там, крещение князя Владимира, исконно. Это, конечно, удивительно, это многое говорит о психоэмоциональном состоянии нашего народа. На тот момент, год назад, или на этот, смотрите, мы поговорим о том, что вы не могли представить событий, а состояние, в каком находится народ, вы могли представить, что так легко смогут с ним вот это сделать? Люди, которые не думали об этом никогда, вдруг озаботились, прониклись, скрипами ура, 98%. У меня, как у автора пишущего, периодически случаются какие-то прозрения, я не сказал бы, но какие-то приходят мысли, которые вроде бы не имеют никакого отношения к нашей реальности, я думаю, неплохо бы написать вот такой роман. И вот у меня год-два назад была идея написать роман про то, как люди начинают слышать шепот, некоторые, а другие не слышат его. И те, кто вот слышат шепот, они вот выходят на улицы, там, что-то поддерживают или просто что-то выступают, там, вступают какие-то схватки, возможно, с правоохранительными органами, еще что-то. И совершенно вот ведут себя не по-человечески, а ведут себя, например, как насекомые. Вот, и как муравьи, например, с такой же сомпожертвенностью, как муравьи, да, с такой же готовностью отречь себя. И так же кусается, когда на них сесть. Да, да, да. И вот подумал, это было два года назад, никакого отношения к Российской Федерации это не имело в тот момент, я больше думал о становлении фашизма в германии, нацизме. Я думаю, как может быть, что народ, который до такой степени гордится своей культурой, культурной традицией, гуманитарной традицией, это люди, которые, в общем, содействовали в состоянии печатного дела, реформация, опять же, религиозная, да, и вдруг этот народ, который считает себя, возможно, самым культурным, возможно, самым просвещенным в Европе на тот момент, звереет в течение одного десятилетия и превращается в нечто... Как с ними могло случиться? Как с немцами могло случиться? Это думал я два года назад. И вдруг это на глазах начинает происходить с русскими и с моим собственным народом. Как это происходит так? А что-то из тех выводов, которые вы сделали тогда про немцев, вы применили к этим, к этой ситуации? Нет, ну, диспозиции я не знаю. Вы же для себя что-то решили в каком-то? Диспозиции я не знаю. Ощущение национального унижения, да? То есть у них гораздо было больше причин для этого. Они вот только что проиграли настоящую войну, их только что, значит, обвешали унизительными и тяжелыми очень репарациями. У них была гиперинфляция в стране, у них была чудовищная безработица в стране. И когда к власти пришел звериный режим, который их по-звериному совершенно объединил, поставил перед ними вожака, обозначил внутренних врагов и внешних врагов и дал какие-то результаты в экономике, они совершенно по-животному вокруг этого времени расплатились и озверели, и стали готовы буквально на что угодно. У нас нету таких серьезных причин для этого. Та война, которую мы проиграли, и проиграли ли мы этот большой вопрос, это было 20 с лишним лет назад. С тех пор экономика Российской Федерации крепла, росла, мы так или иначе... Вы, конечно, имеете в виду войну с Западом. Войну, холодную войну, скажем так, которая закончилась распадом Советского Союза, частично демонтажем империи нашей колониальной. Ну, они воспринимались как болезненные, народом не воспринимались как поражение в какой-то войне. Но последние 10 лет, вот после второй и третий срок Владимира Владимировича Путина, нам постепенно все больше и больше пытаются навязать точку зрения того, что это была война против России, что нас поставили на колени, вот в этом обращении к Федеральному собранию неадократно. Они знали, что они стоят на коленях, а им объяснили, стоите на коленях. Им продолжают объяснять ежедневно, что они стоят на коленях. Их пытаются заставить себя почувствовать уменьшенными, чтобы они объединились вокруг лидера, который якобы пытается их с колен поднять. Хотя, с моей точки зрения, сейчас происходит ровно обратное. Сейчас она стоит на коленях, я бы сказал, на четвереньках, чтобы не пользоваться более народными выражениями в эфире вашей радиостанции. И дальше ситуация будет ухудшаться. И происходит ровно обратно. Вместо того, чтобы страну с колен поднимать, ее на колени сейчас, мне кажется, в всей этой ситуации с Крымом, с конфронтацией, бесполезной, ненужной Западу, ненужной конфронтацией с Америкой, с Европой, все это происходит и будет усугубляться. Она трезветь, начнет ее заставить, протрезветь хотя бы та ситуация? Она же не может не видеть, в какой сегодня... Курсфера немножко заставляет людей трезветь, курс рубля, скажем так. Евро-то пока что большая часть населения плевать, но когда подорожает импортное лекарство, например, тогда люди обратят внимание на это. Когда начнут подорожать какие-то продукты, здесь приготовленные с использованием западных ингредиентов, тогда люди обратят на это внимание. Конечно, большая часть населения, которое так никуда не выезжало, 90% россиян, которые даже закон паспорта не имеют, им кажется, что им наплевать. Но на самом деле Россия в гораздо большей степени зависит от глобальной экономики, чем это принято нам показывать, как это доказывать. Поэтому все это в скором времени люди почувствуют. Так вот вопрос, чем они это объяснят? Потому что они протрезвеют в том направлении, в котором следовало бы протрезветь? Или они послушают Владимира Владимировича, который им вчера объяснил, что даже если бы санкций не было, все равно нам бы ставили палки в колеса, потому что они мечтали затормозить наш экономический рост, и они его тормозят, и народ, который лишится всего, и в том числе дешевых лекарств, скажет, ну вот как же, это же опять проклятый Запад нас пытается еще больше... Чем хуже будет экономическая ситуация в стране, тем более ожесточенная зверевая будет государственная пропаганда. Это единственный способ отвлечь внимание населения. Трезвость придет позже. То есть люди должны, когда разрывся между телевизионной картинкой, реальностью, между риторикой официальной и повседневной жизнью станет совсем уже непреодолимой. Вот вопиющий. И тогда только люди начнут задумываться. Сейчас они уже начали... Виноват ли только Запад? То есть пока только Запад виноват? Я думаю, что провал экономический, который сейчас происходит, крах рубля, конечно же, телевизором объясняется санкциями. Это не объясняется тем, что, например, за все годы пребывания Путина и Медведева у власти, сколько ни трындели о необходимости диверсификации экономики, сколько ни говорили о необходимости слезания с нефтяной иглы, ничего не было сделано для этого. Ничего не было. Была упущена уникальная... И вот моя главная претензия к Путину. Не подавление свободы слова, как ни странно. Хотя я за демократию и права человека, и свободы слова. Главная моя претензия к этому человеку заключается в том, что были упущены уникальные возможности для того, чтобы страна действительно встала с колен. Для того, чтобы страна действительно превратилась в современную экономику с гарантиями железобетонными прав частной собственности, а также гражданских прав свободы человека. Ну да, теперь на словах они готовы, но на деле никто этого делать не умеет. Они говорят о необходимости защищать бизнес от коррупции, создание единых правил для всех. Проверок поменьше. Но, как мне кажется, не имеет никакого значения, что говорит Владимир Владимирович Путин или Анатольевич Медведев. Потому что их слова в большинстве случаев расходятся с реальностью. К сожалению, вот я про необходимость бороться с коррупцией слышу столько, сколько я себя помню, сколько я смотрю на этого человека в телевизоре, столько он и говорит, что нужно бороться с коррупцией. Но любой человек, занимающийся бизнесом, знает, что коррупция никуда не девалась. И она остается. И больше того, ее нельзя демонтировать. Потому что коррупция в нашей стране, это же не заболевание системы, а это и есть настоящая подлинная система управления государственным аппаратом. Посмотрите, как символично. Вчера Караулов Андрей решил похвалить Владимира Владимировича, похвалить, и сказал, задумайтесь только. Владимир Владимирович весь час говорил о коррупции, ни разу не произнеся слово коррупция. Как это тонко, умно, иронично. Как-то вот он это все воспел, что... Слово даже не звучит. Ну, это просто анекдот, конечно же. Караулов, это человек, анекдот. Нет, что меня удивило в выступлении Путина, это то, что мне показалось, что он не очень хорошо знаком с текстом речи. Я слушал его речь, и он постоянно неправильно интонировал. Он подчеркнул интонации не те места, которые нужно выделять интонационно. То есть, ну, потому что он простужен, я надеюсь, что он поправится, как бы я ему никакого личного зла не желаю. Вот, это ладно, может быть, поэтому он был сконцентрирован. Но я обратил внимание, что он практически в каждом предложении, включая довольно важные, он все время не в тех местах акцентировал внимание, ставил ударение. А вы это чем объясняете? Я не знаю, может быть, он не так уж лично готовил это послание, говорят, что не было правительства, допущенных в подготовке. А кто был допущен тогда вопрос? А вот, вот... То есть, явно он не читал там 2-3 раза, кто речь до того, как ее зачитать перед собранием. Дело в том, что когда я смотрела 2 часа прямой эфир «Права России 24», который как раз начинался с этой рубрики «Послание свыше», сначала «Послание свыше», которым они сопровождали все эти материалы, потом они рассказывали, как оно готовится, и они тянут время, потому что 12, он же должен в 12, они понимают, что он опоздает, и она долго-долго говорит, что в последние минуты вносятся изменения, в целый абзац и вписываются, в каждые 5 минут это может быть что-то новое. То есть, человек... Я думаю, что за экономика в этой стране, что за политика? Если даже такое послание не могут сформулировать уже там месяц назад, два месяца или хотя бы две недели, или хотя бы сутки назад, что за 5 минут она нам рассказывает, как он пишет-пишет-пишет. Какой что-то интернет. Как известно, что сам президент, конечно, не пишет, всегда пишет люди, и он все это речь прочитал с бумаги. Она что врет? Ну, она... Мне кажется, во-первых, все понятно в целом с нашим телевидением, но и федеральные основные каналы, первый, второй, второй, четвертый, конечно же, ну да, когда-нибудь после расправок-то говорили. Цель существования основных средств массовой информации, дезинформации, мне кажется, любому человеку давно ясно. Ну, как любому человеку, который старается критически информацию оценивать. Вот этот телевизионный спектакль, который разыгрывается, но не было бы телевидения, не было бы войны в Донбассе, я уверен. То есть это вот как зачастую там полипалестинские борцы за свои права устраивают под приезд западных телекамер, там сжигание покрышек, там, или манифестацию. Также, мне кажется, вооружившись опытом коллег, у нас целая гражданская война разыгрывается только для телекамер. То есть я убежден, что ситуация на востоке Украины это телеспектакль для российского телекамер. Вы ожидали от своих коллег такой прыти? Вы когда-то могли представить, что они на такое способны? Вы с ними работали? Я, конечно, не работал, да. И это сложный очень вопрос. Вот журналистская этика, и как журналист превращается в спецпропагандиста, как он идет... Ну, люди по-разному приходят в профессию. Без предельщика. Вообще, ну, то есть люди по-разному приходят в профессию. Кто-то же, ну, кто-то хочет, я не знаю, освещать, допустим, светские мероприятия, да, а кто-то все-таки идет в профессию с желанием говорить правду, да, ну, там, рассказывать обществу. У нас совершенно, конечно, давно уже практически отсутствует жанр настоящего там журналистского расследования. И надо быть в этой стране, конечно, очень храбрым человеком. Я, например, никогда не взялся бы за журналистское расследование. То есть одно дело, значит, болтать языком в эфире там различных радиостанций, а другое дело, начать раскапывать, кто у кого, сколько украл, там каких-то документов, так сказать, ну, таких людей практически не осталось со стороны. Несколько их убили, и, так сказать, убийства до сих пор не раскрыты. Что касается того, насколько легко журналист расстается с какими-то моральными сами убеждениями и начинает просто заниматься открытой пропагандой, это вопрос очень интересный. То есть у меня по ощущениям, моим, люди, которые как бы немножко вот начинают сначала играть, да, в особенности вот я с несколькими журналистами именно в ГТРК сталкивался, как это существует внутрикорпоративная культура, которая через некоторое время заставляет людей забыть уже о своих изначальных убеждениях о том, что, может быть, Россия не находится в кольце врагов, может быть, Россия нуждается в правах человека, может быть, и Крым не наш, и на этот вопрос может быть несколько точек зрения и так далее. То есть увлекаясь и начиная зомбировать население, эти люди через какое-то время зомбируют сами себя. И у меня есть друзья и знакомые, которые, приходя на государственные телеканалы с таким достаточно незамутненным сознанием, через непродолжительное время, год-полтора, начинают и в частных беседах вещать так же, как они вещают с экранов телевидения. Можем ли мы сказать, что успех и пропаганда с этим связаны, что люди, в конце концов, проникаются уже от себя? Нет, мне кажется, успех и пропаганды связаны с тем, что просто очень умело используются современные технические средства, и при этом гебельсовский жанр, гебельсовский жанр в приложении к новым техническим средствам, и к интернету, и к телевидению. Очень умело используется интернет, хочется отдать должное, и американцы, и европейцы с огромным удивлением следят за тем, как интернет, который должен был бы быть пространством свободы, в России вдруг становится эффективнейшим средством именно для государственной пропаганды. Подспорьем. Подспорьем. Которыми Радио Свободы, в частности, затмевалось в советские времена. То есть вместо того, чтобы выключать, дают сверху, не знаю, там, калинку-малинку. То есть забивается, вместо цензуры прямой, которая тоже подскудно вводится, конечно, потому что, например, ленты есть, когда либеральные оппозиционные СМИ переходят под имущественный контроль какого-то там Газпрому, например, и вот уже поди по пляши. Но вместо того, чтобы выключать определенные медиа или определенные сайты, просто можно забивать эфир лоялистским контентом, каким-то даже иногда совершенно мусорного качества, это не имеет значения. То есть любой более-менее вменяемый, пытающийся говорить правду, отваживающийся говорить правду уже нынешних человек, немедленно получает у себя под каждым постом пять комментариев от оплаченных троллей, но еще и 10 комментариев теперь уже от тех самых 86%, которые поверили проплаченным троллям. Но мне очень просто объяснили схему, вот люди, которые сидят в интернете, почему телевидение победило интернет, они говорят, что и почему интернет не сыграл в той роли, на который на него, в общем, возлагали, что это свобода какая-то мозгов, потому что человек все равно изначально оболваненный пропагандой ищет в интернете ровно то, что он подпитывается, чтобы подпитать свои. У меня с этим был курс когнитивной психологии, нам там рассказывали занимательную вещь. Дело в том, что человек формирует свою позицию, какую-то по любому вопросу, изначально именно эмоционально. То есть вот вы дали какую-то историю про распятого мальчика, это настолько телезрителя сразило, вот именно вот он проникнуло через ребра и попало в самое сердце, что он теперь в это верит. И пошел туда за этим же. И дальнейшая рациональная какая-то аргументация для него совершенно не имеет значения. То, что подкрепляет его позицию. Он принимает на вооружение то, что противоречит его позицию, он отметает под разными предлогами. Например, недостоверность источника. Если он не может доказать, что информация не верна, он говорит, что человек, который эту информацию распространяет, он, не знаю, гомосексуалист, например, или там наймит Запада, или еще что-то. То есть просто мы ему не верим, потому что он не такой, не хороший, потому что он делает за деньги. Но это Владимир Владимирович сразу объяснил. Если он идет на митинг, он идет за деньги. Это же государственная теория. 100 тысяч человек, и я в том числе, выходили на Сахаровой, на Болотную за деньги. Нет, ну вот вся эта паранойя государственная, она в ней ничего нового нет. Это совершенно совковая риторика. Все, кто недоволен властью, все выходят за деньги, все наймят из Запада, Путин, кстати, кое-что важное сказал. Он сравнил, между прочим, Америку с Гитлером в этом выступлении. Обратили внимание? Он сказал, что так же, как пытались нас развалить, оплачивая деятельность сепаратистов, видимо, в Чечне, а до этого не удалось это Гитлеру. То есть напрямую сравнивать, кто там пытался спасировать чеченцев, это, видимо, британские спецслужбы, ЦРУ, да? Ну вот, значит, он сравнил британские спецслужбы и ЦРУ с деятельностью, я не знаю, чего там. Ну, ему же обидно. И он все время сравнил с Гитлером, почему бы ему самому кого-то не сравнивать с Гитлером? Ну, раз его не сравнивать с Гитлером, пока он не провел операцию по Крымскому аршалюсу, он его никто с Гитлером не сравнивал. Это было глупо и бессмысленно. И сейчас его сравнивать с Гитлером всего лишь по одному моменту. Так, конечно, Вадим Владимирович не диктатор никакой. А добрый, хороший учитель. Кстати, сказать по поводу соцсетей, я хотел, вот личный момент, который я думала все время о том, как вы-то в этой ситуации, вы через социальную сеть распространяли свои книги, вы общались, вы контактировали. У вас совершенно позиция известная по Крыму, по Украине, она не без полутонов. И вы оказались один на один с этой своей социальной сети ВКонтакте, которая вообще-то русская, и которая очень даже крымно-шистская. Как они на вас теперь реагируют? У вас изменилось отношение аудитории к вам? Во-первых, у меня нет ощущения, что эти 86% распространяются на молодежь. Так. То есть, допустим, у меня, наверное, есть какая-то аудитория, которая... Хотя не факт, потому что ВКонтакте, например, где у меня там есть некоторое количество тысяч подписчиков, это люди, которые приходят ко мне не из-за моих, так сказать, политических колонок, да? Это было как-то, да. Это люди, которые приходят из-за того, что они читали книги. Да, но теперь они знают, как вы думаете, как вы оцениваете события. Они теперь знают, что вы не считаете, что Крым наш, и что нам надо было вводить в ВСП. Есть огромное количество, конечно, таких хейтерских, что называется, комментариев, да, когда люди говорят, там, заткнись там и пиши новое метро, например, или еще что-нибудь. Но я как-то спокойно отношусь, я стараюсь вообще комментарий, чтобы не читать, честно говоря. Мне не важно, я предполагаю, что есть некоторое количество троллей, которые прикреплены просто ко всем людям в общественном мнении, да? Я убежден, что это так. Но не задавила ли массы? Вот это, что у вас появилось ощущение, что что-то изменилось? Я вам больше скажу. То есть я этой позиции своей, там, западническую, сейчас называется либерал, да, это называлось там демократ, неважно как. То есть я считаю, что Россия должна, если вкратце, обеспечить экономические и гражданские свободы своим гражданам, гарантировать частную собственность и через какое-то время непродолжительное дать людям возможность влиять на то, кто окажется в... Президентом, да, да, дать им возможность быть президентом. То есть для начала обеспечить прозрачность правоохранительной системы, ее подконтрольность обществу и дать людям просто гарантии, дать возможность стать среднему классу на ноги, и потом через какое-то время уже отпустить вот это вот железные когти, которым удерживается социальная и политическая жизнь в стране, расслабиться, они же не верят народу, вот в чем дело, понимаете? Нет, конечно, если его отпустить снесу, да. Это такой процесс, видите, он, к сожалению, закольцованный. То есть они не верят народу, потому что они его боятся, и чтобы, значит, ни в коем случае не отдать ему власть, они его оболванивают. Но оболванивая его, значит, ну, держа его в нищете и дезинформируя постоянно, они тем самым отдаляют тот момент, когда этому народу можно будет доверить власти. Для того, чтобы страна жила как нормальная, современная, здоровая государство, она должна опираться не на силовиков. Здоровая не нужна, доверить власть не нужна, им это не нужно. Это вам так кажется. Мне кажется, что это путь удержания власти навечно. Для них это не тупик вечности. Это мешает стране развиваться, это не даст экономики страны развиваться. У нас несколько лет назад, когда нефть стоил 23 долларов, темпы роста экономики были 10%. А сейчас нефть стоит 70 долларов, и это катастрофа национальная. И темпы экономического роста стремятся к нулю. Это потому что те механизмы, которые функционировали несколько лет назад, они сейчас полностью блокированы. И тот потенциал для экономического роста, который был, потому что ничего пространения не было, ни банков, ни ресторанов, ни заправок, ни производства никакого, это уже исчерпано. Сейчас нужно давать людям возможность без вмешательства государства просто себя самих кормить. И, в общем, это все, о чем я говорю. Плюс я считаю, что нет никакой конфронтации неизбежности со странами Запада. И страны Запада, они как раз к нам относятся, конечно, сдержанно и с недоверием, что можно объяснить десятилетиями-десятилетиями конфронтаций, холодной войны. Они их не засылают, как вчера сказал председатель парламента Чечни. Это же Обама и Меркель отправили террористов. Особенно Меркель, может быть, там одна из них была Меркель. Но, понятно. В общем, я этой точки зрения, если я придерживался раньше, придерживался перед Болотной, во время Болотной, после Болотной. Но теперь к ним добавились еще Крым и Донбасс, которые очень остро вызывают... Для меня, являюсь ли я частью тренда или не являюсь, не имеет никакого значения. То есть мне даже было немножко не по себе. У меня вот здесь книжка «Рассказ о родине» 60-го года, где я достаточно в форме политического анекдота, скажем так, литературно обстебываю все, что происходит. Когда вот эти мои сентенции стали звучать из уст Бажена и Рынски, я окстился просто. «Господи, мне сейчас стыдно находиться в одной группе людей с гламурными девицами, которые ради принадлежности к тренду сейчас становятся демократическими какими-то лидерами». Ну, как бы, это стало стрёмно. Я решил, что, тем не менее, раз я так всегда говорил, даже когда невнятные скандалистки-содержанки будут выступать с такими же политическими... Потому что сейчас это модно. Ну, там была модна шуба из писта среженого, а они за шубу из писта. А стало модно говорить «Путин вор», а они говорят «Путин вор». Какая для меня разница, подумал я. И сейчас обратная ситуация, когда я понимаю, что те вещи, которые я говорю, они означают для меня ожесточенное неприятие со стороны 86% населения. Ко мне на встречи, я после моих постов каких-то по теме Крыма и Украины, ко мне приходили на встречи читатели про другое совершенно, про другое. Книги жанровые, не связанные никак с политикой приходили люди, просто крикнуть мне брыжу слюной в лицо, что я предатель, что я сволочь. А в этом я вас спрашиваю. Ну, а какая разница? Ну, было. Ну, а какая разница? В общем, если я считаю, что это так, значит, пока я сам... Мне важно, что вы трендом это не считаете. Нет, это разовый, это тролли, это выкрики, к которым вы спокойно относитесь, но массового какого-то неприятия, отторжения вас, потому что вы заняли такую позицию, нет. Есть определенное помутнение сознания у населения. Это неудивительно, учитывая, что с утра до ночи нам показывают горящие донбасские села. Конечно, масштаб трагедии очень утрирован, да, и я оскорблю по всем трем с половиной тысячам жертв, которые случились с обеих сторон в Украине. Я считаю, что для Украины это огромная трагедия, это огромная трагедия для нашего народа, потому что мы теряем братский народ теперь из-за этих внутриполитических российских дрязг. Но при этом должен ли я из-за этого менять свою точку зрения в принципе, мне кажется, что нет. И добавился, конечно, конфликт с Донбассом, но я понимаю, что масса людей настроена теперь, будучи забирным телевидением, еще в большей степени параноидально, еще в большей степени против пятой колонны, еще в большей степени, учитывая все эти клише, которые были использованы в связи с Великой Отечественной войной, когда украинцы называют карателями, а наши называют ополченцами, то есть были задействованы все возможные клише и стереотипы. И болевые точки, и психологические. Но, то есть случилось это помутнение, возможно, оно пройдет точно так же, как появится. Вы ждете, да. То есть все к той же презвости, о которой мы говорим. Вне зависимости от того, что считают мои читатели, я остаюсь при своем мнении. Хорошо. Да, но я единственное, что все-таки, справедливости ради, надо сказать, что гламурные и светские журналисты тоже бывают убежденными. Я думаю, что Важен, это человек вполне идейный. Вполне. То есть одно другого не исключат. Мне кажется, что участики персонажа немножко дискредитируют. Ну, я понимаю, что вы говорите, мне кажется, что в этом случае это вполне ее отвечает тому, что она думает, чувствует и так далее. Ну, она не виновата, что она в тот момент, когда она так почувствовала, оказалось еще и светской львице. Вопрос в том, почувствовала она так, потому что почувствовала, что тренд идет в это направление. И было модно ходить на болотную. А сейчас не модно, и все больше уже не ходят никуда. Ну, как бы вопрос. Сейчас пойди куда-то сходи, да. Так вот, я попытаюсь все-таки уговорить Дмитрия Глуховского обсуждать послание президенту, хотя он категорически против того, чтобы это обсуждать, мало ли чего наврет Путин. Вот вы такое уже написали, но перед тем, как я все-таки задам два вопроса, потому что, ну, никуда не денешься. Он президент, вы считаете, что не слушайте его, он все равно наврет. Но есть люди, которые слушают, и которым вроде бы, мне кажется, надо объяснять, а в чем же вы с ним не согласны. Мне кажется, иначе вы оставляете этих людей с ним, с этой речью один на один, без посредников. Они это впитывают, а вот этой прокладки, или как это назвать, уже не существует, которая способна хоть как-то что-то изменить в этом состоянии. Да, я вот, вот эта статья, о которой вы говорите, написал по своим впечатлениям от выступления. Дело в том, что, от выступления Путина, дело в том, что, мне кажется, нет никакой корреляции между тем, что Путин заявляет официально, да, и тем, что потом в стране происходит на самом деле. Это да. Это не связанные вещи. То, что он говорит, это такой сеанс телегипноза, да, он хочет, чтобы люди думали определенным способом. Объясняет, как им думать, конечно. Конечно, схему рассказал про их. Не видно никакого искреннего интереса в лицах политической элиты, они же тоже все понимают, да, они понимают, что, ну, реальные действия власти не связаны с ее риторикой, да, реальные действия власти всегда под ковром, элита не должна четко знать, чего и ждать, она должна все время находиться в состоянии такого тревожного ожидания, она всегда должна беспокоиться за свою судьбу, у нее не должно быть никакой прогнозируемости, каждый из этих людей, сидящих в зале, должен быть неуверен в своем личном будущем, да, тогда он будет лоялен, он будет лояленней. А страна должна вообще находиться в прострации, как мне кажется. То есть то, что мы видим в несоответствии телевизионной картинке реальности, это официальная государственная политика. Страна должна существовать в воображаемом виртуальном мире, который создает для нее телевидение, вот, и ни в коем случае люди не должны знать, что на самом деле на уме у президента. Вот давайте мы посмотрим, я попросила сегодня нашу студентку Анну Хламову, студентку Журфака, выйти на улицу и спросить людей, слушали ли они Путина и что им запомнилось. Давайте посмотрим, я еще не видела, сейчас увидим вместе. А что вам больше всего запомнилось в послании Путина к Федеральному собранию? Вы будете смеяться, но я его не слушала, поскольку очень устала, я работала целый день. Чтобы бизнес вели и никаких налогов не было у бизнеса три года, это очень хорошо. У меня вот сын занимается бизнесом, я очень довольна, потому что проверки действительно достали. Налоговые преференции для малого бизнеса, а повлияло то, что такая серьезная риторика в адрес так называемых американских и всяких разных заграничных партнеров. То, что Россия не будет преклоняться на колени перед Западом, то, что Украина поможет. Это насчет возвращения активов денежных, в том числе, которые находятся за границей, и в связи с этим амнистия тем людям, которые переведут обратно деньги в Россию. Вот. Второе, пожалуй, как профессиональные военные, это то, чтобы никто не думал о том, что можно с Россией разговаривать с позицией силы. Ну, понравилось, что он всех поблагодарил. Отметил работу чеченской милиции в борьбе с боевиками. Понравилось. Что вам больше всего запомнилось в послании Путина к федеральному собранию? Либерализация бизнеса. Пусть только исполнится. Не смотрела. Я была на работе, там нет телевизора. Амнистия на офшоры. Я думаю, что это слова о том, что Россия стала крепче. Именно с этим связано то, что Запад теперь пытается как-то задержать Россию. И то, что Путин сказал, что это было бы в любом случае, даже если бы Крым не был присоединен. Про Крым, на Святое, Херсонес и бла-бла-бла. Что вам больше всего запомнилось из послания Путина к федеральному собранию? Про налоги. Наверное, объединение Крыма с Крымом. А вы знаете, я и не смотрела. Я была на концерте в честь годовщины защиты под Москвой. Мне больше всего понравилось то, что он вообще очень хорошо сказал о русских. И о том, что нам нужно возрождать русскую гордость. Крым наш. Налоги не будет поднимать, он сказал. Вот это запомнилось. Как это, господи, мораторию налоговую. Вот больше всего. Ничего. Смотрели? Ну, так смотрела. Но не могу сказать, что какое-то впечатление на меня это произвело. Но мне сейчас больше интересует, что у нас кризис, и больше интересует, что происходит на Украине. Все хорошо. Жить будем хорошо. Ну что? Скажите. Людей волнует преимущественно налоги. Обратите внимание, по поводу Крыма гордости практически уже ни у кого. Это уже нет, да, да. Отпустила немного, да. Но перестали на тему гордиться по телевизору. У людей сознание, к сожалению, как у рыбок, вот этих аквариумов, 10 секунд, после того, как они посмотрели телепередачу, они испытывают ту эмоцию, которая у них заложена телевизионным эфиром. Отпустила, там, рассказали про Донбасс, люди у Донбасса переживают. Показали сериал по поводу сериала тогда. Ну, вот так вот так. Причали налоги. Причали налоги. Сознание, да. А теперь, ну, реально людей видно, что тревожит налоги, да, потому что здесь речь об их кармане идет. Радует. И карман ошибка похудел, начиная с августа месяца, на треть примерно, да, если брать валютное исчисление. И москвичей-то, которые наверняка больше других ездят в Турцию, Египет, а кто-то и в Европу, это затрагивает очень сильно. И у меня масса знакомых, которые почувствовали на себе вот это падение рубля, и которые немножко уже зажмурились, предчувствуя дальнейшее какое-то пике экономическое. Ну вот, а многие еще помнят и ведь 98-й год, когда жизнь в стране... Они потеряли свои вклады в банках. В четыре раза рубль рухнула, до этого и да, и вклады в банках потеряли. Мне кажется, такое есть все-таки базовое недоверие государства. Мне кажется, что нет никаких оснований верить государству в принципе в нашей стране. Государство всегда обманывало народ. Всегда его дезинформировало, всегда обманывало, никогда не говорило правду, потому что всегда было безотчетно. Дмитрий, вы знаете, но выбора нет сейчас у людей. Вот нет выбора. Ну и что, от того, что они перестанут им проще, в проще верить. Я вижу, что людей реально заинтересовало и взволновало тема налогов. Теперь остается, чтобы, как сказал молодой человек, чтобы государство, или там девушка, чтобы государство выполнило это обещание. Выполнило это обещание. По поводу вставания с колен я прочитаю фразу, которую Владимир Путин произнес. Если для ряда европейских стран, это очень интересная фраза, для ряда европейских стран национальная гордость давно забытое понятие, а суверенитет слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет абсолютно необходимы условия ее существования. Вот он сказал, и люди, видите, как-то это, ну... Ну, это такая нормальная националистическая риторика с начала прошлого века. А национальная гордость, это для кого забытое понятие? Я не знаю, я не знаю, если ты с немцами или с французами поговоришь про забытое национальную гордость, я думаю, чтобы абсолютно больше не согласиться. Да, им приходится поступаться частью экономического суверенитета для того, чтобы быть в Европейском Союзе, но европейский союз, это, чтобы у нас там не рассказывали, значит, эти борцы с гей-пропагандой по телевизору, да, которые, уверен, у самих рыльца в пушку. Гей-пропаганде. Да, да, да. Рыльца в действии. Нынешняя, да, нынешняя Европа, это Европа цветущая, Европа более сильная, чем она была когда-либо, более объединенная, интегрированная, чем она была когда-либо. Европа, уже 70 лет почти не знающая войн, это Европа, находящаяся на пике своего могущества, на самом-то деле. И это Европа, с которой, в отличие от того, что нам пытаются внушить по телевизору, Европа, с которой Соединенные Штаты Америки заговорят очень уважительно и ни к чему не принуждают, а по всем ключевым вопросам уговаривают, а Европа еще не всегда идет навстречу. Поэтому изображать Европу как переживающий закат, распад, крах какой-то будущий и кризис ценностей, это все бред, это все совершенно неверно. А толерантность европейская, это, между прочим, дело завоевания последних буквально полутора-двух десятков лет. Они это настолько остро переживают, потому что они только что к этому пришли. И это процесс становления. Может быть, сейчас такая компенсирующая дискриминация, что называется, когда они перебарщивают чуть-чуть с толерантностью. Вот, там еще не для конца понимают, где вот эта грань, которая. Но совершенно очевидно, что Европа сейчас находится в таком состоянии, куда мы никогда вообще в своей истории не находимся. Ну, поэтому они говорят, что на всякий случай сами мы от них отпихиваться не будем. Сами. Он почему-то вот такую фразу по поводу «сами». Я вижу здесь диссонанс. Очень странно. Такой прямо основной, когда он говорит, мы хотим с ними дружить, а потом они говорят, они хотят нас развалить. Потом говорят, наши американские партнеры, а потом он говорит, как Гитлер пытался развалить, мы не дадим. То есть, меня удивляет, что людей в ни в коем разе это не завораживает вот это вот расхождение в одной речи совершенно двух противоположных частей дискурса. С одной стороны, это враги, с другой стороны, это друзья. Мы не хотим изоляции, мы хотим суверенитета. И он, по-моему, сам не очень понимает, что именно он хочет сказать этим. Мы вообще как? Мы хотим быть частью мировой экономики или мы хотим бороться за свой суверенитет? Мы хотим с ними сотрудничать или мы сейчас окопаемся вокруг, ощутимимся пулеметными стволами и будем держать границу? И потом третий круг, зачем с ними с такими сотрудничать, которые вытворяют то, что он нам только что описал? Вот руки по локоть в крови, поддержка террористов, поддержка государственных переворотов. И вдруг зачем же с ними с такими? Вот он же напрямую обвиняет европейцев в том, что они инспирировали украинский кризис, что они теперь бросают Украину, а мы-то знали, что... Не кризис, а расстрелы, убийства, вооруженные захваты, вот что поддерживают. Поэтому я говорю, что это бессмысленное, как бы, с точки зрения здравого смысла выступление, которое просто обозначает какие-то эмоциональные моменты. Эмоциональные моменты. То есть анализировать обращение, послание федеральному собранию с точки зрения рационального какого-то мышления, это задача совершенно обреченная. Нужно говорить о том, к чему он хочет привлечь внимание, эмоциональное внимание населения. Вот мне интересно даже, чувствуете ли вы себя носителем, Дмитрий? Мы будем доносить до людей за рубежом правду, чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, не искаженный фальшивый образ России. Здесь речь идет об увеличении бюджетов Раштудэй. То есть никак не писателей, которые приедут и расскажут незамутненные... Не думаю. Я думаю, что здесь речь идет о том, что надо открыть... Вот уже немецкая версия Раштудэя открывается. Да-да-да, британская. Британская уже есть, в Нью-Йорке, в Вашингтоне есть бюро и так далее. Я думаю, что теперь нужно на японском открыть. То есть наполнение будет такое вот в этой части послания. Японская, китайская. Правду с большой буквы. Да. Хочу вас расспросить об одной истории, которую я, к сожалению, упустила, расшифровок не видела, записи не видела. Михаил Швидко очень высоко отозвался в своем интервью о вашей дискуссии с Захаром Прилепиным. Он сказал, что она была в рамках франкутской книжной ярмарки, что была такая тьма народу, и полицейские стояли в проходах не как полицейские, а как слушатели ломились вас послушать с Прилепиным. Можете ли вы рассказать? Я, честно говоря, не видела, не слышала, и мне страшно интересно узнать, о чем вы спорили, почему такой ажиотаж вы вокруг себя развели на чуждом Западе, на чуждом Прилепином Западе. Что это было? Ну, просто насколько я Прилепин на чужд Запад, потому что он, собственно, катается и выступает. Мне тоже, чтобы он сидел сегодня в Новоруссии. Нет, ну, речь шла именно об отношениях между Россией и Украиной, и о том, что Россия делает с Украиной. И, конечно, Прилепин считает, что Россия защищает интересы и жизни, и, может быть, даже граждан, которые стремятся вернуться в ее лоно на территорию Украины, да, и так далее, что, потому что там такой вполне себя полагает Новороссии. А я считаю, в свою очередь, что Россия просто искусственно дестабилизирует ситуацию на Украине, инспирирует всю эту историю, создала какие-то бездушные големы-конструкты ЛНР-ДНР, которые не имеют никаких исторических прообразов, ну, просто совершенно какой-то такой механический конструкт, созданный в недрах администрации президента. Да еще обозвали Новороссии то, что никогда не было Новороссии, вот что самое обидное. То есть я вообще здесь, ну, честно говоря, с моей точки зрения, то, что происходит на Украине, что Россия делает на Украине, это, а, значит, сцена ревности не достанешь никому, это первое. И второе, это телеспектакль, предназначенный для российских телезрителей, в котором страдают преимущественно украинские граждане, ну, и некоторое количество там российских наемников, да, а также, как мы знаем, кадровых российских военных, которые были туда отправлены, переодеты там, перекрашены и отправлены туда в качестве, я не знаю, какого, добровольцев. К сожалению, некоторые из них погибли, как мы знаем, из расследования Левашевского швозберга в Пскове. Вот. И вот, собственно, по этому вопросу у нас была дискуссия. Кто кого переговорил, по вашим ощущениям, и на чьей стране были симпатизаны? Тут немножко, так сказать, как с инопланетянином спорить для нас, Захаром, потому что, чтобы я не говорил, он остается при своей точке зрения, а я остаюсь при своей. И там в зале, кстати, были вполне себе симпатизанты вот его позиции, которые говорили, что да, там Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию, там Россия просто вынуждена защищаться и так далее. То есть, ну, это хорошо известная параноидальная логика, она мне понятна. Да, я ее не разделяю, но я вижу, почему люди оказываются переднеуязвимы, почему они ее проповедуют. Вот то, в какой позиции придерживается Захар, как бы, по крайней мере, ну, как публицист. Я это понимаю, но не разделяю. В личных разговорах мне, конечно, проще найти какую-то общую точку зрения, чем публицистических, но я считаю, что он имеет на это право, с другой стороны, потому что он об этом говорил всегда. Вдруг он попал в государственный тренд, его стали цитировать в вечерых новостях, переспокой ночи малыши, но, с другой стороны, он не кривит душой, он не конъюнктурщик, он, в общем, всегда примерно про это говорил, всегда ностальгировал по Советскому Союзу, всегда хотел его установить, и просто совпало, что сейчас экстрасная машина, значит, приняла его в своё лоно, потому что, да, потому что то, что он говорит, совпало с новым официальным дискурсом. Вы читали его обитель? Да. И? Ну, слушайте, это хороший приключенческий роман, первые 600 страниц, а последние 200 страниц, это как два рассказа Шаламова. То есть я считаю, что это хорошая вещь, наверное, это, может быть, была действительно лучшая вещь, написанная на русском языке в прошлом году, но те, точно, Шаламу, конечно, их там трудно удивить таким романом. Вот моя позиция. При этом, наверное, это лучше из того, что написан прилип. Когда вы заговорили о реакции вот этого зала, который сидит за границей во Франкфурте, я как раз подумала о том, что, мне даже интересно ваша версия, я встречала массу людей, выезжая уже в этом украинском году, в том числе в Штаты, которые рассказывали мне, что каким-то образом эмигранты, русские эмигранты, оказались охвачены всё той же пропагандой, ещё почище, чем те, которые живут здесь. Вы в социальных сетях видите это, что вам вдруг пишет и пишет человек Крым наш, который давно не живёт, не то что в Крыму, не в России, выехав, вот как это объяснить, как туда-то это прошло, проникло. Да, мне говорили, они действительно сидят прилипленосом к этому русскому телевизору, но всё равно он же выходит на улицу, у него другая среда. Если говорить о психоанализе, очень важное, вот в чём искренность выступления Путина, в чём искренность его позиции в Крымском кризисе. Он считает, что он протягивал им руку дружбы, да, ему так плюнули. Вот он так действительно считает. Он пытался интегрировать, его не пускают. Конечно, я бы на месте Европы тоже, какой бы здесь ни был достаток. Я совершенно забыл, что он разрушил это Европейское соглашение, а то он выпускает вообще. Дело даже не в этом. Как не в этом? Он же просто не в этом. Он сам себя назамбировал? Изначально Путин, наверное, хотел быть европейцем, да, то есть он видел будущее России, может быть, приближенной к Европе, да, и предпринимаясь усилия по отмене визового режима и так далее, и, возможно, какие-то интеграционные шаги. Но понятное дело, что когда, то есть Европа, Европа даже не слишком хочет Украину интегрировать, потому что это 50 миллионов голодных людей, а которые, к тому же, управляются совершенно, ну, организованной преступностью, да, управлялись. Сейчас, я думаю, что это может быть будет меняться, а может и не будет. Может быть, просто поменяются персонажи. Это трудно сказать. Значит, ну и в случае с Россией, ну, то же самое. Как можно Россию, которая управляет не демократией, а которая управляет, ну, такой, коррупционный оператив, да, как оператив, который опирается, там, на РПЦ, на КГБ, в частности, там, на организованную преступность. А голодного народа еще больше. Да, ну, вот как можно всерьез говорить о том, что взять отмените, ну, то есть, должны быть десятилетие реформы какие-то, да, и россияне чувствуют себя немножко, там, отверженным. Мы протягиваем руку дружбы, там, мы на все, там, мы вот вам все. Этим берут, а нас не берут. Вот как-то такой же момент, да. И там уже латышей каких-то там берут, да, какие-то эстонцы берут, которые мы всегда за драмазом считали. Потом и украинцев, Симуковичи. Вот мне кажется, что есть эмоциональное ощущение отверженности. Когда мы хотели как лучше, а вы нам все равно не поверили, мы вам протягивали руку, вы нам в эту руку плюнули, мы говорили, давайте уничтожим сядерные ракеты, а вы свои не уничтожали, а вы нас окружили, вы нам не верите. Ах так, ну тогда вот так. И вы нас еще к тому же отбираете наши традиционные сферы влияния. То есть вот есть настоящее, я вижу, и такое подлинное разочарование в диалоге с Западом. То есть нас все равно не держат за равных, и к нам все равно относятся как к закодирующимся алкоголикам. Ну так вот он же от обида и порушил все договоренности Запада с Януковичем от обиды от этой тогда. Мне кажется, да. А сейчас об этом забыл, что ты его порушил. А вот почему русские в изгнание, в эмиграции разделяют, то, мне кажется, здесь накладывается, возможно, личный опыт взаимодействия с иностранцами. Когда ты русский, ну ты говорящий лошадь, да. То есть я, как человек, часто бывающий за границей, и пару раз пытавшись эмигрировать, я могу сказать, что есть такое ощущение, я лично через него прошел, все равно есть какая-то настороженность. И все равно каждый раз, когда ты говоришь, русский, тебе немедленно вкатывают войну в Чечне. Ты должен оправдываться за войну в Чечне. Ну подождите, ну там же были захваты заложников, были теракты, и там, и в Москве, и там, и сям. То есть мы были вынуждены действовать, и так далее. То есть русский за границей все время должен оправдываться, что русский. Ну должен оправдываться. И я думаю, что вот эти люди, которые живут в диаспоре, вся эта русская диаспора, русско-еврейская диаспора, в Штатах, и в Германии, и в других странах, она, эта диаспора, на себе постоянно ощущает какое-то недоверие, необходимость оправдываться, что русский. И вот когда Путин вдруг именно это чувство делает как бы эмоциональным оправданием своей политики... То есть она тоже немножко встает с колен? Она чувствует, как называется, консонанс смысловой и не столько смысловой, а сколько эмоциональной. То есть да, нас тоже отвергают, да, мы тоже тянули руку, да, нас тоже не хотели принимать, да, к нам тоже относятся подозрением, да, и мы чувствуем, что с Россией происходит то же самое. И поэтому они оказываются перед такой танденсационной подачей информацией пропаганной и уязвимой. Но все-таки тем не менее, эта теория, которая охватила... Какой-то как психиатр. Да-да-да, я совершенно согласен. Все-таки мне кажется, что мы с вами немножко, вы по-своему встаете с колен, мы, по-своему, подпитавшись вашим вставанием с колен, у нас тут свои. Проблема в том, что, как уже было сказано, мы не столько встаем с колен, сколько встаем с четвереньки в реставре. Да, но это вы так думаете, опять же, вот 98% думают, что они встали. Я бы назвал эту текущую ситуацию таким бесштанным патриотизмом. Вот, патриотизмом, империализмом. Понимаете, то есть когда империализм... Когда Китай, демонстрирующий в течение последних 30 с лишним лет, 10% экономический рост ежегодно, параллельно развивает свою армию и параллельно скупает Африку с ее природными ресурсами и Латинскую Америку, и при Янукове чуть ли не треть там украинских плодородных земель через коммерческие компании, когда вот такое вставание с колен, да, и когда имперские амбиции начинают... Просто кафтан оказывается уже тесноватся, да, мускулатура там и жир прорастает, да, и уже трескаются вот эти национальные границы китайского кафтана этому. Это одна история. А когда нечем, прошу прощения, задницу прикрыть, и при этом мы берем дедовскую шашку с этими, садимся на деревянную лошадь и начинаем вот так вот скакать и кричать «Крым наш», это совершенно другая история. То есть я, может быть, в душе это я империалист даже. То есть я считаю, что Россия, конечно же, должна вернуть там свои утраченные позиции. Прям гимн звучал «Россия – великая наша держава». Однозначно звучал. То есть должна быть уж мощная региональная держава, демократическая, действующая в плотной кооперации со странами Запада, к которым мы, конечно, гораздо ближе все-таки, чем Китаю, да, и интегрировать глобальную экономику, но вовсе ни в коем случае никакой ни распад, незинтеграция, ни ослабление, ни американский протекторат, ни ничего подобного. Вот только путь к этому, он ровно противоположен. Да мы идем совершенно не в том направлении. То есть сначала экономика, сначала гарантии гражданских свобод, право собственности, через это подъем среднего класса. Страна не может опираться на 3-4 нефтяных компаний, как бы они раз чудесные ни были. Страна должна опираться на личную свободу и личную инициативу. Но вы же уже ответили, что тогда она выберет себе нового президента, и это будет не Путин, это будет не Путин. Это будет проблема. Стратегический, что средний класс очень скоро начинает требовать политических опросов. 5 секунд на то, чтобы ответили, сколько он еще будет сидеть власти, Владимир Владимирович. Вы же футуровок. Не предсказуемо, он в отличной физической форме, говорят, что он колет с какими-то корейскими вакцинами молодости, поэтому я думаю, что всегда. У меня есть роман «Будущее», в котором как раз в частности описано, что российская политическая элита, получив доступ к генетической инженерии, консервируется навечно. Да, то есть это навсегда. Мы завершаем на этом программе «Лицом к событиям на волнах радио свободы» с писателем Дмитрием Глуховским.